Приветствую друзья! Сегодня небольшой обзор и тест радиатора Jonesbo, который позволил легко и просто уменьшить температуру моего SSD диска типа размера М.2-2280 без каких-либо сложностей, колхозинга. Собственно будут пользовательские тесты с результатами до и после. Ну и небольшая предыстория. Пару месяцев назад я решил сделать небольшой апгрейд для своего компьютера. Собственно установил я здесь новый Wi-Fi модуль Intel X 210 с поддержкой Wi-Fi 6E и заменил SSD накопитель. Системный диск, то есть у меня есть дополнительный диск в качестве хранилища. Использовать я решил Samsung 970 EVO. Это NVMe Express накопитель, то есть быстренький накопитель. Ну вот здесь сейчас я подниму прокладочку и можно вот посмотреть вот как он выглядит. 970 EVO. Собственно до этого здесь у меня стоял конечно другой накопитель, он был меньшего объема и как бы по работе каких-то нареканий не вызывал. Что-то около 50 градусов он давал в рабочем режиме. А вот новый накопитель оказался более горячим, даже в простой он нагревался у меня до 59 градусов. Как бы фирменная утилита Samsung Magic N охарактеризовала состояние диска как очень высокое именно по температуре. Конечно меня это насторожило, ведь SSD диски не слишком любят перегрев, поэтому я собственно и решил приобрести специальный радиатор для SSD. Их можно много разных найти, но по отзывам понравился именно радиатор Jonesbo, который собственно и заказал. Ну а чтобы понимать насколько снизится температура, то следил за ней при выполнении различных задач. И кстати был удивлен, что под определенной нагрузкой температура оказалась ниже, чем в простое. Например при видеомонтаже температура составляет 53 градуса. Ну на самом деле все объяснимо. Если посмотреть настроение компьютера, то видно, что здесь такая глухая крышка у меня, входные отверстия воздуха находятся слева. При повышении нагрузки на процессор или на видеокарту начинает включаться быстрее вентилятор, начинает он затягивать воздух. Радиатор у нас собственно расположен как раз напротив воздухозаборных отверстий, воздух проходит и охлаждает параллельно SSD диск. Фактически получается, что чем больше нагрузка для процессора или видеокарты, тем лучше для SSD. Но на самом деле конечно большую часть времени компьютер выполняет какую-то роль печатной машинки для работы с текстом или работа в браузере, поэтому вентиляторы конечно мои молчат, а диск при этом греется. Ну собственно если загрузить SSD диск, то температуры ползут еще выше. К примеру, если поставить закачивать какой-нибудь большой торрент, то через пять минут температура уже поднимается до 60 градусов. Для интереса я также запустил стресс-тест диска, который нагружает его имитируя активную запись чтения, то есть если вы его прям сильно будете юзать, вот такой вот режим, то через 10 минут температура уже была 67 градусов и она приблизилась вплотную к критической отметке 70 градусов. Ну собственно, что такое 70 градусов? 70 градусов это температура, которую не рекомендует уже сам производитель, то есть жесткий диск может попросту выйти из строя и если вы например даже по гарантии принесете его в магазин и там естественно все эти данные они как бы сохраняются в диске, считают, у вас возьмут диск на проверку, считают, чтобы был смарт, чтобы был перегрев и собственно ремонтировать вам его откажутся. Ну собственно, да, заказал я, подождал и получил. А сейчас кстати еще акция проходит, цена слегка меньше, чем обычно. Кстати, при заказе можно выбрать между серой краской и красной, мне как бы вообще было без разницы, все равно диск стоит внутри, в глухом корпусе, поэтому взял серую. Приехал радиатор, вот как видите в прозрачном блистере, бренд Джонс Бо, моделька, ну моделька называется М2-3, внутри у нас собственно сам радиатор и небольшой вкладыш, на этом вкладыше схематически изображено, как собственно следует правильно устанавливать радиатор, а также указаны размеры 73 мм на 24,4 и на 9,6 миллиметров это толщина. Ну в принципе я скажу, что вот типоразмер 2280, это такие длинные SSD диски, в принципе для любых SSD дисков этот радиатор подойдет. Значит в комплекте с радиатором было также пара прокладок, термопрокладок естественно, они нужны для передачи собственно тепла, да, было две таких вот белых, это потолще, видим одна здесь у меня, вторая как бы запасная и две сереньких, серенькие они наоборот потоньше. Собственно для чего разные прокладки, ну чтобы играться толщиной, да, потому как SSD диски могут, ну небольшую толщину плюс-минус играть и допустим вот у меня, чтобы все стало плотненько, я использовал одну серенькую накладку снизу, а сверху использовал беленькую, тогда у меня все закрылось четенько. Собственно между собой эти половинки как видим сдвигаются, вот при помощи салазок вот так вот все закрывается. Верхняя часть у нас более плотная, более толстая, да, она как бы нужна для отвода основного тепла, потому как у нас обычно все чипы вот сверху, ну и она также вот видим такие ребра основательные, то есть это основная часть, ну как бы и дополнительная часть у нас также металлическая, ребра здесь конечно такие весьма условные и весит она поменьше, ну собственно здесь уже более важно толщина, чтобы потом просто ваш SSD накопитель стал в штатное место. Как это дело собрать покажу наглядно, да, то есть мы берем основу, сюда мы ставим прокладочку, да, в моем случае я поставил вот серенькую, она так хорошо прилипает, далее мы устанавливаем SSD диск и сверху мы собственно устанавливаем еще одну уже прокладочку, ну в моем случае это беленькая, вот в таком варианте у меня это все плотненько закрывается, если поставить две беленьких, то у меня просто не закрывается, а если поставить две сереньких, то будет в принципе болтаться, не будет плотного контакта, но я же еще раз повторяюсь, у каждого может быть это немного по-другому. Здесь видим, что получается все неплохо, контакты у нас как бы свободные, а с обратной стороны у нас есть вот место, если недостаточно места, можно немножко подвинуть и будет место еще для крепления, для болтика. Ну и собственно теперь поставим это, посмотрим как это уже будет выглядеть в самом компьютере. Здесь у нас подключение идет, ну и все неплохо. Все как видите винтиком прижал, село все хорошо, вообще никаких проблем. Ну и теперь, чтобы понять насколько улучшился теплоотвод, я провел те же самые тесты повторно. В простое при небольшой нагрузке температура находится в пределах 49 градусов, а это на 10 градусов меньше, чем было. Отличный результат. Samsung Magicon говорит, что теперь температура в норме. При видеомонтаже температура упала до 45 градусов, так как включились вентиляторы и появился дополнительный обдув диска. И это на 8 градусов меньше, чем было при аналогичных условиях. При закачке торрентов температура составила 49 градусов, что на 11 градусов меньше, чем было без радиатора. Ну и стресс-тест накопителя от AIDA. Напомню, что без радиатора диск нагрелся за 10 минут до 67 градусов, теперь же стало 58. То есть температура упала на 9 градусов. Исходя из полученных результатов, выходит, что в зависимости от сценария температура упала на 9-11 градусов, что и лично я считаю очень хорошим результатом. Такое вот простое решение однозначно поможет прожить диску дольше и окупит себя многократно. Кстати, если кому интересно, что за компьютер фигурирует в обзоре, то это Alphavise B1. Когда-то 2,5 года назад еще покупал на GearBest. Компьютер, кстати, трудится по 12 часов в сутки уже 2,5 года. Пользуется мною лично, как для работы, так и развлечений. Это все к слову о надежности китайских компьютеров. Такую купить модельку уже нельзя. Она снята с производства. Но если интересуетесь тематикой мини-компьютеров, то под обзорчиком в описании я оставлю ссылочки на свои тематические подборки, в которых я показал наиболее популярные модели мини-компьютеров на процессорах Intel и также на процессорах AMD. Собственно, с обзором все. Если было вам интересно, если вам это было полезно, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Злой. До новых встреч!